Христос воскресе! Досточтимые телезрители, сегодня первое воскресенье после Пасхи, называется оно Антипасха, вместо Пасхи, и сегодня Церковь совершает память апостола Фомы. Вы помните, что Господь явился ему особо. Десять учеников были вместе, когда Господь, победивший смерть, пришел к ним и сказал «Мир вам!». Драгоценные слова он принес в души человеческие. «Мир! Тот мир, который сейчас и к нам приходит». Но вот он с ними беседует и посылает их проповедовать Слово Свое, Слово Божие, а одного среди них нет – Фомы. И когда он приходит, все бросаются к нему и говорят «Брат наш Фома, мы видели Господа, мы видели Его живым, мы прикасались к Нему». И мне думается, такая боль, такая, может, даже обида в сердце Фомы вскипела, что он сказал «Не верю». Хотя ему говорили десять человек, его братьев, он сказал «Не поверю, пока я своими руками не потрогаю его ран, не буду осязать его тело, ожившее вновь». И вот проходит время. Снова собрались ученики, заперли двери, потому что они боялись преследований. И внезапно снова раздается знакомый голос, голос Иисуса. «Мир вам!» И он стоит среди них. И первым, к кому он обратился, это Фома. И Иисус говорит «Фома, дай твою руку, прикоснись к моим ранам, удостоверься, проверь». Это мы читаем в Евангелии от Иоанна с 20 по 27 главу. И вот Фома, потрясенный, пал перед ним со слезами и произнес «Господь мой и Бог мой». И Господь сказал ему «Вот ты поверил, потому что увидел, но счастливы, блаженны те, кто верит, не видя». Кто же это, не видевшие, но верующие? Это мы с вами и те, кто были прежде нас, и те, кто будут за нами. Мы не видели Господа во время его земной жизни, но мы видим его своими духовными очами. Он живой среди нас, и нам не надо прикасаться к нему. Ведь сколько было людей, которые видели его собственными глазами, слышали его слово, шли за ним по дорогам и не поверили, «Потому что сердце их не отозвалось на зов Христов, а мы с вами, его милостью, на этот зов отозвались». Часто слабые, немощные, очень разные. Все идем к Господу со словами «Господь мой» и «Бог мой». И стоит только это сказать, как мы будто бы действительно осязаем Господа, потому что все, что нас окружает от Него, и все Его. Вы знаете, мне вспоминается один ученый, который много лет провел над изучением цветов, деревьев, трав, вообще растений, растений и животных. Все это он записывал и составлял огромные списки, которые и через 300 лет, которые до сих пор во всем мире используются многими специалистами. И вот когда он закончил свой труд и описал живые создания, он сказал, «Бог прошел мимо меня, я осязал Его в Его творении». И в самом деле солнце над нами есть око Божие, дыхание ветра – голос Божий. Все законы этого мира – законы Божии. Все превратности и повороты нашей судьбы – это тоже Господь. Мы Его осязаем и видим и в молитве, и в священном писании, и в таинствах. Когда святая чаша выносится к нам в храме – это живой, реальный Господь, не символ и воспоминание, но живой и реальный Господь, который присутствует здесь, в этом храме, как и во всех храмах земли, и не только в храмах. Всюду, где люди молятся Ему, далеко на севере или юге, в пустынях и горах, в многолюдных городах, где сокопище миллионов людей, всюду есть души, обращенные к Господу. И они Его видят, осязают, поэтому они счастливее, блаженнее, во сто крат в сравнении с теми, кто жил две тысячи лет назад. Мы не поверили в Него. Господь с нами. Он здесь, живой, воскресший, дающий нам благословение, и мы сегодня вместе с апостолом Фомой перед ним склоняемся и говорим, «Господи, Ты передо мною живой, Господь мой и Бог мой». Субтитры создавал DimaTorzok